И нет никакой проблемы, если человек совершает намаз в нижних штанах, то есть в штанах без, что делать, то есть в тарауиль, в таких вот белых штанишках, то есть которые носят в живорадских штанах под штанишком. Если человек совершает намаз в таких штанишках, то что? Нету, говорит, проблем. Имеется ввиду, его намаз принимается. Если у тебя запишите, что здесь имам Аль-Барбагари имеет ввиду таких штанишках, если над ними есть хамис. Он не имеет ввиду в одних этих штанах. Он имеет ввиду, если над ними есть хамис или над ними есть изар и тому подобное. Почему? Потому что в этом вопросе противоречит рафидиту. Рафидиту считают намаз недействительным, если человек совершает сарауиль, то есть в этих штанишках. Понятно или нет? Поэтому имам Аль-Барбагари привел этот пункт для того, чтобы сделать им опровержение, чтобы сделать им опровержение. То есть сверху еще одето что-то, хамис или изар, а в одних штанишках, то есть без хамиса и без изара намаз читать не нужно. Мы должны читать намаз как минимум в двух одеждах. Сейчас мы это разберем поподробнее. Значит, запишите у тебя, что сарауиль это единственное число, множество число этого слова, сарауилят. Что касается тех, которые говорят сирваль, то это некрасноречивый арабский язык, это не футха. То есть в арабском языке нет такого слова сирваль. Есть сарауиль и есть сарауилят. Единственное число сарауиль, множество число сарауилят. Понятно или нет? Так вот, пришло от Умара ибн Хаттаба, что он сказал, Саллики сарауиль варида. Совершая намазь сарауилах, но чтоб над ними была рида. Так вот, сарауиль вар хамис. Так же в сарауилях, но чтоб над ними был хамис и тому подобное. То есть как минимум в двух одеждах, а не просто в штанах. Если же человек не находит больше никакой одежды, кроме этих штанишек, то его намаз действительный, так как он вынужден совершать намаз таким образом. Если же он совершает намаз вместе с тем, что у него есть другая одежда, то его намаз тоже действительный, но с грехом, если его одежда закрывает его аурат. То есть если его сарауиль такие широкие, что закрывает его аурат, то его намаз будет действительный, его намаз будет действительный. И пришел относительно этот хадис от Абу Умамы, у имама Ахмада, с хорошим снадом. Я Расулли Аллах и Наглян Китаби, Тасар Валюн. О посланник Аллаха поясни, обладатели книги одевают штаны, но Изар сверху не одевают, только в одних штанах ходят. Изар не одевают, пророк Савчат сказал, а вы одеваете штанишки и сверху еще одеваете Изар, то есть в одних штанах на улицу и выходите. В этом указание на то, что ходить в одних штанишках без одежды сверху этого является уподоблением кому? Ахмель Китаб, уподоблением обладателям книги. Не говоря уже про бенталь, не говоря уже, что про европейские брюки, про джинсы и тому подобные штаны. Их носить, что не разрешается, так как являются уподоблением неверующим. Этот вопрос требует более подробного разбора. Мы его, иншаллах, если будет нужда, разберем его подробно с доводами. Так, подробно с доводами здесь на этом ограничимся. Дальше говорит имам...